Чем недовольны немецкие трудящиеся и почему германские бизнесмены защищают Россию от новых экономических санкций? Это Германия за неделю. С вами Илья Колосов. Здравствуйте. По гамбургскому счету на севере Германии подсчитывают пострадавших в ходе первомайских беспорядков. Взгляд с высоты. Мэтры Владимир Познер и Владимир Спиваков о вечном и приходящем. Русская мельпомена в Германии. Живы ли отечественные театральные традиции в Берлине? Говоря откровенно, главным событием минувшей недели в Германии был ответный полуфинал Лиги Чемпионов. На стадионе в Мюнхене прошла церемония выноса тела поверженной Баварии. 0-4. И поскольку боль утраты до сих пор отзывается в сердцах болельщиков, не будем лишний раз напоминать о тех драматических моментах. Начнем программу с первомайской темы. Тем более, что беспорядки праздничные ничем не уступали беспорядкам около футбольным. Первомайский экшен от Яны Карповой. Гамбург под красными знаменами. По таким лозунгам более двух тысяч манифестантов собрались на первомайскую демонстрацию. Поначалу ничего не предвещало беспорядков. Коммунистические флаги, транспаранты и бодрые речевки. А также иные формы протеста. Здесь же символ гамбургского шествия – туалетный ёршик. Местные жители, постоянный участник первомайских демонстраций Флориан, заранее подготовился к празднику. Все началось с марша против полицейских зачисток в якобы опасных районах Гамбурга. Тогда протестующие в качестве средств защиты применили туалетные ёршики. Теперь это своего рода символ противостояния против полицейского произвола. Для Германии Первомай давно не связан с Днём Трудящихся. Севы группировок с полицией. Этот год не стал исключением. Уже через полчаса после начала шествия стражи порядка остановили манифестантов. В ответ полетели бутылки и фаеры. Тут же и первые жертвы. Блокируя выход в ливацкий район Санкт-Паули, полиция попыталась вернуть манифестантов на исходную точку. И встретила ещё большее сопротивление. Мы находимся в самой гуще Первомайской демонстрации. Правда, Первомайской демонстрацией вряд ли это можно назвать. В наступлении демонстратов превратились в массовые столкновения с полицией. И вновь из толпы полетели бутылки, коктейли молотова и камни. В ответ – слезоточивый газ и водомёты. Около 70 демонстрантов получили ранения. Среди стражей порядка 20 пострадавших. Но самые стойкие манифестанты продолжали борьбу. Те, кого полиции не удалось схватить, всё же прорвались к цели своего шествия. К культурному центру левого фланга Роте-Флора в районе Санкт-Паули. Там же на сторонних улицах до глубокой ночи продолжались бои между оставшимися леворадикалами и полицейскими. В итоге задержано 15 самых активных демонстрантов. Ну а в Берлине Первомай прошёл куда спокойнее, но более массово. В традиционном шествии левых к штаб-квартире социал-демократов приняли участие около 15 тысяч человек. Лишь под вечер около тысячи антифашистов вступили в столкновение с полицией в берлинском районе Кройсберг. Пострадал один автомобиль. Но в целом беспорядки были быстро устранены. Яна Карпова, Кирилл Глебов. Специально для программы «Германия за неделю». Газета Wall Street Journal опубликовала статью, в которой сообщила, что крупнейшие компании Германии, в том числе BASF, Siemens, Volkswagen, Adidas и Deutsche Bank, выступили против экономических санкций в отношении России. Бизнесмены указывают на возможные тяжёлые последствия, в первую очередь для немецких предприятий, более 6 тысяч которых работают в России. Важно, что подтверждения тому поступили и из правительства Германии. Там полагают, что из-за антироссийских санкций крупнейшая экономика Европы может потерять 300 тысяч рабочих мест.